25 внеплановых проверок госучреждений провело управление по инспекции труда за прошлый год. В итоге выяснилось, что там нарушают нормы трудового законодательства, привлекают сотрудников к сверхурочной работе и вовремя не предоставляют положенные отпуска. На очередном заседании Совета по этике обсуждали баланс интересов сторон трудовых отношений. Подробности расскажет Антон Александров. Привлекать к сверхурочным работам можно только с письменного согласия работника. Таковы требования статьи 77 Трудового кодекса. В качестве исключения в законодательстве предусмотрены всего 4 случая. Однако зачастую инициатива работодателя по сверхурочной работе никак не оформляется документально, объясняет Ирина Любарская. Установлено, что руководители государственных органов не ведут контроль за режимом работы государственных служащих. Это управление по делам религии Карагандинской области, аппарат Акима Шетского района, Асакаровского района, отдел внутренней политики Шетского района, отдел экономики и финансов города Джасказган, отдел предпринимательства сельского хозяйства Джасказган, аппарат Акима города Караганды, департамент экологии по Карагандинской области. Проведенные в прошлом году проверки также установили факты нахождения госслужащих на рабочих местах после завершения рабочего времени. К тому же далеко не везде вовремя предоставляются трудовые отпуска, говорит Ирина Любарская. Хотя статья 94 Трудового кодекса обязывает предоставлять отдых работникам как минимум раз в два года. Независимо ни от чего люди должны готовить свой отпуск, неважно в какое время, но использовать. У меня предложение такое. Вообще возможно приглашать и уже рассматривать дисциплинарные дела руководителей этих подразделений, Акиматоров и так дальше. Если у них сотрудники, выяснится, что у них достаточно большое количество и с периодичностью людей не их от них. За прошлый год Управление по инспекции труда рассмотрело более 3600 обращений. Из них 5 поступило от государственных служащих. Провели также 25 внеплановых проверок согласно писем Департамента по делам госслужбы. Анализ проведенных проверок показал, что государственные служащие к нам в инспекцию труда обращаются по вопросам сокращения штата численности, незаконного увольнения, несвоевременной выплаты заработной платы, отпускных и пособий на оздоровление. По итогам проведенных внеплановых проверок Управление по инспекции труда выдало в прошлом году 15 предписаний об устранении нарушений. Лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности в виде штрафа.